всем доброго дня меня зовут татьяна и вы на канале о вышивке крестом сегодня 1 октября поэтому подходящее время подвести небольшой маленький итог сентября для меня это не совсем обычная история потому что я плана не строю вышивки вышиваю спонтанно но в сентябре месяце я решил провести эксперимент и повышевать по плану в определенной ротации если вдруг вы об этом не знаете вы ко мне зашли первый раз на канал то предлагаю пройти два видео назад и посмотреть что же я себе там на планировал что же я хотела а сегодня я покажу результаты и мы с вами посмотрим насколько у меня продуктивный или не продуктивный получился сентябрь на самом деле сентябрь для меня выдался очень насыщенным на семейные дела времени на вышивку у меня было не так много как мне хотелось бы и вот даже сегодня это видео снимаю очень ограниченном лимите времени потому что у меня буквально есть час-полтора пока все мои мощи мужчины пошли стричься и вот за это время надо успеть вам все быстренько показать рассказать все убрать вот так произошло потому что у меня дети пошли в школу кто не знает и когда-то давно года два там назад рассказывал что мы были несколько лет на домашнем на семейном обучении и поэтому для нас пойти сейчас школу но для нас именно для всей нашей семьи да это большое событие и поэтому сентябрь выдался такой вот насыщенный долго я сама говорю что времени мало да сама распыляюсь на совершенно другое давайте перейдем к моим результатам за сентябрь что я планировал я брала пять или шесть процесс числе и даже забыл раз два три 4 5 шесть нами было процессов которые я планировала вышивать и давать сейчас постепенно быстренько по ним пробежимся буквально например мелхилл вы его уже видели это него уже рассказывала это вот план который неожиданно для меня совершился тем более даже немножко больше чем я задумывала я думаю что я просто начну продвинуть процесс но за пять дней которые выделил на дизайн он у меня и завершился чему я несказанно рада вот про этот дизайн подробно рассказывал в предыдущем видео мне долго становиться не будет также я говорил о что я хочу продвинуть мадам ля фе апельсиновый джем вот что у меня получилось за это время было мне где-то 18 процентов я постараюсь ставить фотографии для сравнения да и сейчас меня дизайн дошел до 33 с небольшим процентов то есть у меня здесь вышло одна треть чему я несказанно рада так получилось что как раз этот дизайн я вышивала когда по несколько вечеров когда у меня было достаточно много времени и поэтому он неплохо продвинулся тем более здесь рамка легко вышивается потом часть полотенце тоже достаточно большие зашивки конечно вот сами апельсиновые дольки они не могу сказать что они сложно да там я вышиваю посаде там принципе все это решаемо вот но нужно время нужно посидеть было вот к счастью процесс сдвинулся с мертвой точки на следующем месяце я этот процесс брать не планирую я его опять убираю на неопределенный промежуток времени не знаю как будет настроение может ближе к новому году пока сейчас больше его вышивать не хочу не планируем но мне все нравится все хорошо яркие и позитивные прекрасный дизайн мадам рафа я очень люблю дальше дальше зайчики мои зайчики вот реолис эти зайчики тоже значит у меня насколько здесь продвинулся могло бы продвинуться было и больше тоже постараюсь оставить фотографию но дело в том что мне пришлось немножко исправлять свой отшитый результат предыдущий потому что я вам показывала что я вышиваю на кэшел в одну частично в одну нить то есть как по ключу и одно дело когда ты вышиваешь на 14 каунте 28 одну в одну нить шерстью да как это задумано в самом наборе но так как у меня замена в дмс то это немножко другой результат и когда я вышивала летом мне все очень нравилось все было замечательно и как бы неплохо и принципе сейчас даже вот низ о он и выше тут эта зеленая масса она и выше то в одну нить но когда я стала вышивать самого зайчика то он получался бледновато особенно некоторые участки слишком контрастно получалось и поэтому мне пришлось где-то половину из того что меня было вышли мне пришлось где-то распарывает где-то сверху проходить 2 ниткой то есть я как бы начинала вниз определенно там как бы на два шага назад мне пришлось сделать вот но я считаю что неплохой результат у меня вышелся полностью вместе с бэкстичем один из героев уже даже перешла на маму зайчиху но тоже завершил это пока что на данный момент этот дизайн насколько мне сложно дается воспитание детей настолько сложно мне дается вышивание тех дизайнов которые я ассоциирую с собой и с детьми наверное какая-то в этом есть закономерность все очень непросто для меня я не хочу убирать надолго этот процесс да хотя там как получится потому что загадки бывает богат как мы все знаем наверное не знаю ладно сейчас не буду говорить пока что уберу сейчас мне вообще нет вдохновения с таким ходом вот хотя это на самом деле процесс очень легкий тут большие участки зашивки да есть бэкстич что не так много и он вполне адекватный вот мы не знаем тяжело не удается пока уберу не надо чтобы прошло какое-то время вот на октябре у меня в планах этого цена нет так что тоже пока что уходит на хранение далее далее у нас идет ланарта как вы видите все тряпочки у меня мятые после процессов но я не стал ничего делать потому что просто элементарно нет времени сейчас буду все гладить то это и вообще вам видео никогда не сниму мне очень хочется вам много что показать и рассказать вы не представляете мне пришли интересные покупки в том числе из формулы рукоделия мне хочется с вами поговорить по поводу вообще вышивки да какой-то разговор на видео записать вот на этом несколько тем есть но на самом деле нет времени на все это так значит что слонарта слонарты момент когда я взяла в сентябре этот процесс у меня было отшито вот приблизительно по моему где-то вот до этого угла сейчас точно не помню а нет вот наверно google я закрыла да и значит что я вышла за сентябрь месяц за сентябрь месяц я вышла третий угол то есть я по рамке спустилась вниз и пошла дальше тут уже как мне наташ на рамках то это скоро уже замкнется но я думаю на то что скоро потому что тоже пока у меня планах нет завершать эту работу я уже перешла к осенним внутренним элементом здесь должен быть был пенек с белочкой я думала что я его завершу и тогда уже уберу но так случилось что когда я себе это на планирую начала уже вышивать а потом не были несколько дней которые вообще не было возможности даже одного крестика сделать поэтому одно второе третье формула встречи так далее короче все поняла что наверное пока что время этого дизайна ушло не знаю надолго или нет пока на октябрь я его в планы не беру но и далеко не убираю потому что на самом деле я вышивала вот эту часть здесь достаточно много вам хочу сказать здесь отшита за это время то есть я помню что когда я смотрела последний раз вот эта рамка до угла была 3000 крестик но еще и здесь дома четыре с половиной тысячи крестиков здесь есть конечно восхитительный дизайн очередной раз говорю так что у нас у нас сегодня похолодало пасмурная погода не максимально стол стоит близко к окну но от этого как только хуже до свет не могу включить мне кажется будет еще хуже тела потом как-нибудь покажу при хорошем освещении и фантастическая разработка вот в очередной раз пою годы тому дизайнеру который разработал данную схему потому что одно дело как мы знаем рисунки марджелин это понятное дело но когда я углубилась в эту тему изучения ланарта потому что после того как я поймал это вдохновение и вышла буквально запоем за несколько дней вот этот участок там буквально меня за три-четыре то есть на день был там по 1200 по 1300 крестиков это были такими дни когда мне была возможность повышевать но опять же для вышивала не целый день там несколько часов но настолько у меня летел с такой вот радостью и вдохновением что так очень я быстро и отшила такой участок и я быстро отшивала и конечно еще и накупила набора ланарты вот и мне хотелось купить именно вот этой разработки то есть не по рисунку марджелин бастин марляем бастин как правильно и по привычке и а именно этого дизайнера потому что вот я купила два набора это мы с вами в покупках посмотрим они оба по рисунка марляем бастин у них очень разная разработка и к сожалению ланарта никогда не пишет то ли им разрабатывал схему я когда нашла статью в интернете что там около них по моему 6 дизайнеров которые работают над схемами и от этого дизайна зависит проработка вот это конечно вот я считаю просто гениально потому что это ежевик она сейчас у вас очень темно на самом деле очень красивого цвета вот ежевичного и вышивать буквально пятью цветами не так поближе вам показать вот и но настолько она объемно настолько она натуралистично выглядит не передастся у вас я была в восторге браво браво дизайнеру вышивала с удовольствием опять откладываю не знаю на какой промежуток времени посмотрим все-таки мне нравится вышивать когда вот на такое вдохновение когда-то за поем можешь вышить полторы-две тысячи крестиков они из себя выжимай сзади по 100 200 это вот я так не люблю и на таком же вдохновение у меня вышивался насколько 5 этот嘛 еще очередной процесс которая была на сентябрь это вторя языкова напомним быть и вот так elevated я в телеграме показывала свои продвижения потому что у меня тут идея пришла в голову считаете мы сами посмотрим мои успехи то есть у меня была отшита только нижняя часть рамки и вот здесь чуть-чуть и вот что у меня за сентябрь отшилось опять час у вас темно и контрастно это все дело выглядит но как есть и вот я уже подошла к верху на самом деле наверно вышло больше если бы я не засомневалась дело в том что ну красота да и вот по поводу этого дизайна что вышивая его уже на второй месяц до причем достаточно плотно его вышиваю активный вы знаете я считаю что тереза опыт это просто гений вот гений разработки потому что я вот месяц вышивая вместе с ним привыкнуть и понять как можно было вот из таких цветов и даже вам поставлю чтобы номера контрастно смотрится да но темноватым потом по номерам поймете что то что то есть ты что 12 так это невозможно совсем темно стучно лежали получше будет 869 167 739 422 но такие не самые до бодрые цвета 30 6438 66 ну вот как из этого можно создать такую красоту ну да конечно наши два цвета зеленый вот зовешь и так красным таракотовый год classic color rocks все равно вот я смотрю я не понимаю как так из таких вот тусклых глухих не самых жизнерадостных оттенков получается такая красота для меня удивительная каждый раз когда беру нитку вот например вышиваю я вот этот цветок пришлось прерваться значит а вышиваю например этот цветок когда я смотрю ключ там вот такой цвет вот такого какой-нибудь цвет ну то есть совсем да вот и некрасивые глухие такие мрачные цвета но почему-то здесь он выглядит достаточно ярким желтым хотя на самом деле он вышивается вот такими верблюжьими на оттенками и я конечно вот не перестаю восхищаться удивляться насколько хорошая цветовая подборка и как замечательно получать мне очень нравится чтоб выходит прям я в восторге по поводу цветов значит это уже пошел на второй моток классиков брик потому что первый закончился не был полный моток зеленого возможно даже хватит потому что вот сравнение да вот этот новый это сколько у меня от начатого больше половины я думаю что на самом центре там вроде в центре много зеленого значит почему он у меня не так быстро идет как мне хотелось бы по поводу цветов я вам рассказала а дело в том что я вспомнил что у меня же рамы есть тоже кто мне давно на канале вы наверняка помните у меня от бабушки досталось раму вернет была работа афу работу я переоформила рама оставил потому что она достаточно хорошем состоянии вот такая вот натуральное дерево в каком состоянии но он не рассохлась ничего вот покрыто типа ланком каким-то конечно она уже не в идеальном состоянии но вполне прилично я под эту раму хотела создать схему на так у меня и сначала не получилось потом руки не дошли и в итоге вот я как-то под эту тему уже теперь думаю что нужно какой-то готовый дизайн вы знаете когда я вспомнил приложила и получается что вот этот дизайн вот в эту раму неплохо входим и по цветовое сочетание а тут что получается что-то дизайн я вышиваю в память о прабабушке и прадедушке как раз они родители бабушки чья рама досталось на то все складывается и рама неплохо сюда подходит единственно что высоко я вам скажу вот видите и у меня были сомнения даже в телеграме писала о том что советовалась с вами о том что же мне делать то ли модифицировать дизайн то есть сделать его чуть повыше здесь сделать вставки из этого же бордюра да в принципе это было бы несложно а середину я все равно собираюсь менять и либо резать раму раму надо советоваться с багетчиком потому что все-таки это старое дерево и все-таки это лак он может лопнуть когда ты будешь ее разменять то есть может просто не сложится и чтобы она может просто рассыпаться хотя мне хотелось бы траму конечно хранимся эти как он студент подходит просто как надо но дело в том что так как у меня сейчас нет вообще времени вот свободного слова совсем а если она бывает то прошло я вышивала вернее не вчера сегодня ночью да я села вышивательно все улеглись спать с пол двенадцатого до до часу до пол второго ну сами понимаете просто выходные поэтому себе могло такое позволить что сам оставай но например сидите делать перенабор что с меня просто совсем нет времени а продолжать процесс хочется я подумал что если сейчас буду откладывать этот процесс до того момента когда мне появится время на перенабор ты можешь пройти лет 10 да то есть риск что я этот процесс вообще не вышлю никогда поэтому я решила что я буду его вышивать вот как есть во всяком случае вот эту рамку да не буду ничего делать центр я в любом случае буду менять потому что я сказала что дело думала что я что хотел грушевое дерево и так далее я наверное не буду это делать потому что просто опять же нет времени единственное что меня смущает меня смущает окна они здесь выглядят как тюрьма к решетку да ну как то почему не фокусируются вот так сделаем то есть здесь меня сам дом смущает вернее его окна и то есть его надо все равно переделывать здесь значит по поводу надписи понятное дело что тоже буду менять и вот эти птички тоже меня то чтобы смущает может быть их оставлю на просто опять же по тематике этого этой работы треза это сделала в память своем папе да с которым они вместе наблюдали за птицами а мне так у бабушки девушка и прабабушки в них не было птичьего двора поэтому за птицами мы не наблюдали отвечать она слишком большая получается да и то есть в любом случае надо было бы менять короче в любом случае надо все перенабирать вот эту часть да но вот не знаю как быть это тормозит останавливает беспокоит но сейчас ты не за нас очень сильно спортом должны с мужем будем уехать на несколько дней и может быть мне взять с собой ноутбук и и попробовать этим позаниматься в отпуске но сами понимаете это так дурная идея на самом деле вот наверное как я буду поэтому продолжать вышивать рамку наверное я если у меня не будет возможность я буду вышивать этот дом походу его меняю окна на раскладку окон немножко на другую а дальше уже будет видно пока наверно план такой а по поводу багета еще был такой вариант мне она предложила то даже в чем проблема что если бы у меня было бы больше места сверху да то можно было бы например совсем чуть-чуть не хватает то суда можно было бы какие-то памятные вещи от прабабушки и прадедушки поискать вставить монтон фотографию еще что-то это принципе идея мне еще не не отметла не отказалась от нее потому что в крайнем случае можно здесь верхнюю часть отрезать аккуратно здесь снизу пришить шов и закрыть какой-нибудь красивым кружевом старинную старину может быть он даже меня что-то осталось и от бабушку хлопкова да и сюда какие-то памятные вещи либо вставить да за стекло либо короче подумаю минутами такой день предложил я думал про нее но не знаю вот пока еще конечно многое будет зависеть от того что скажет мастер потому что я еще мастеру не показывала вот может быть он скажет что все нормально будет так что думаем сложные меня одолевают с этим процессом но он не очень нравится просто вот от слова ну прям вот очень-очень посмотрите какая красота вот такой вот осенний вот так и я еще здесь не зашила потому что еще не знаю что сюда здесь напишу дату не знаю что-то такое имя или что-то какое-то ну короче у меня здесь пока место пустое вот так вот такой такая у меня тереза а вот вот такие мои результаты за сентябрь месяц я их считаю очень даже неплохими потому что вот в сравнении когда ты смотришь на видео сравниваешь две фотографии то виден этот результат это просто в голове думаешь об этом да тебе кажется что не так много ты лишь на самом деле я считаю что неплохие дня продвижения но у меня движение все дело в том что у меня в сентябре еще случились два старта да да вы что думали я без стартов обойдусь нет не обошлось потому что я вам показывал своих покупку что я купила вот такой вот дизайн конечно же я терпела полдня наверное но потом подумал что не буду дальше терпеть а начну какой-то один из вечеров вот это буквально работа за один вечер я вышивала центральную часть ягодки очень интересно приятно вышивается я выбрала лен плотина 770 это единоборка он я сохранила сам хочу показать крестики вышивая смехами пнк сюда как из набора посмотрим с вами ну и они очень пухлые да очень плотная и в принципе неплохо я делал правильно что осталось лишь стукал хотя подождите может будет не 36 ой нет я вас обманул это не единбург это у меня был fast да это у меня был fast подожди да и почему я так говорю что вообще как бы в наборе идет у нас 18 канват своя гордо и нитки поинкокировать что то что они тонкие и я переживала что как раз вот эта темная часть вот эти ягодки тонкие нитки на 32 каунте будут светить тем более на льне тем более я затягиваю крестики это что активно затягиваю но нет ничего все нормально посмотрим видите вот эта темная часть ничего не светит хорошо плотно ложится они такие вот прям фланелевые красивые оттенки не очень-очень сильно радует и этот процесс у меня перейдет на октябрь месяц как раз я хочу сама взять поездку попробовать там повышевать я думаю что это хорошая идея потому что здесь не сложная схема я вышиваю кстати говоря посаде я не проверяю я знать как сама проверяю я делаю убираю все сетки и смотрю как это выглядит рисунок схематично да если мне все устраивает я не вижу там ничего лишнего то я так и вышивают уже это мелочи тут крестик там крестик я к этому так щепетильно не отношусь конечно бывают какие-то спорные моменты я обращаюсь к оригинальной схеме но это бывает крайне редко вот единственный минус этого набора единственный доктора это из-за того что здесь картонка такая как она не гладкая шершавая немножко и нет вот эти шершавые такие фанелями то вот как мы привыкли вытягивать из пасмы иголка поддевать да и вытаскивать нитку здесь не получается здесь приходится вытаскивать всю пасму вытаскивать одну нитку иначе нитки путаются но я считаю что это не критично с этим можно жить и вышивать спокойно соотношение цены-качество меня вполне вполне устраивает так что овен у меня переходит в октябрь и это будет первый процесс который идет в октябре тоже в октябре я планирую взять несколько процессов с вами на них дойдем прежде кто-то 2 6 совершенно неожиданно для самой это была покупка еще и не видели старт сейчас конечно многие начнут смеяться я знаю по имену тех людей которые начнут смеяться но не смогла удержаться вот такой вот где меньше 5 перевожу набор где меньше юля привет дело в том что мне в сентябре начали сентября прямо прикипела набор с мишками и значит я его искала искал и стоит он бешеных денег и что-то мне так было настолько прикипел что чуть ли не заказала из америки но слава богу ума хватило не делать это а успокоилась я как раз за счет вот этого дизайна он мало популярны скажем тогда он известно но популярны я не дима маньяк все наборы дизайна дима не знаю за друг самый популярный и этот этого у меня в голове когда ты говоришь набор дима никогда в голове не было я просто листала на авито наборы это его к производителя что есть что продается и так листаю 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 этот проскакивает у меня набор и такая паста знаете каким-то вот боковым зрением все так дождите назад стала смотри думал прикольно смотрите какой-то красивый дизайн то есть я не знаю каким вот чутье он до ощущениям я остановил этот набор стала смотреть я не знала есть но там в китайской в американской сборке снято не сняты сколько стоит и так далее сейчас так цены меняются потому что они растут у нас каждую за этом каждую две недели вот и сколько что стоит тем более вот в дима шанс я не ориентируюсь вернее ориентируюсь но очень плохо потому что какие то есть процесс дизайна уже вроде недавно выпускались но их уже сняли нет резко взлетели поэтому я так посмотрел думал как здорово как раз прям а также совпало что недавно был разговор там один и что-то про нашу семью думала и тут смотрите про вся наша семья то есть это мой муж это я это старший сын это двое младших и вот мы такие прям молодцы в лесу гуляем тут вот видите прям березки растут а вполне такой знакомый нам пейзаж конечно я не смогла пройти мимо вот этих лучей света да вообще самого настроения этого дизайна очень называется конец лета как раз то любимое время года которым я постоянно говорю и тут просто все сложилось вот в одну секунду я начала смотреть продается вообще не продается оказывается снят с производства его вообще нигде нет даже в америке и на авито я его купила я считаю недорого ну как он не стал недешево дан но короче вопрос цены не стоял тот момент я моментально сказала и как только он не пришел я сразу же его начала у меня не было вообще никаких либо сомнений что начинать или не начинать конечно же начинать не вот что у меня получилось а у меня и даже и был такой план потому что это же был спонтанный набор да мне хотелось только попробовать я для себя решила что я начну с себя при том что вас я изучила тему рогов у оленей потому что как бы у мужчин понятно да а у самок у оленей оказывается но ты принципе меня и были догадки об этом да них нет рогов поэтому у этого оленя я рога вышивать не буду там посмотрел там принципе все это легко можно сделать не сложно будет их как бы за этого дизайна убрать и тогда вообще бы все понятно да тут я такая центре стою и смотрю куда нам дальше идти то вот и мне хотелось начать именно вот с этого оленя и как раз я думал что я он вышлю и отложил потому что у меня там план вроде же как должен быть на так принципе и получилось я тут правда еще без бэкстича ну понятно да потому что прежде сделать бэкстич надо еще вокруг вокруг все вышить а вот еще вот это ногой задними не выше там было потому что я подумал что тут от заднего оленя а у меня есть сага вышивая по саге сардана димси но в принципе там это несложно до сориентироваться значки по моему не совпадают но так вроде бы ошибок нет вернее одну ошибку нашла в морде оленя но это не критично был конечно этот свет он не про вообще не покоя не дает и по поводу от этого света и основа у меня была дилемма потому что это набор китайской комплектации здесь соответственно моя любимая кавычка китайская канва канва здесь 18 к вот она это канва цвет айвари да всем известно что у вас неправильно показывает оттенок не критично все вы знаете то этот оттенок канвы у димаса сам упулярен он красивый сливочный очень цвет но я смогла заменить его только на мурана 99 оттенка конечно значит я сразу думал что буду вышивать на каунте больше наборе 18 каунта я взяла тридцать второй потому что это китайские нити они толще чем американские и поэтому все три сложения четыре сложения здесь будут очень некрасиво смотреться и по ну то есть ли брать например леденбург и поэтому тут вопрос а брать например лен потому что вот например чем например потому что вот этот айвари мне кажется здесь можно было бы заменить 305 да по моему цвет забыл как он называется как раз такой желтый светящийся сливочный 305 по моему если не ошибаюсь он мне кажется идеальному суда подошел на дело в том что его нет мурана ален я побоялась брать потому что мы все знаем что так много полукреста и работу может повезти одно дело тут на уран то но и скорее всего поведет а другой делали мне то есть потом это вытягивает то сложно не хотелось кто-то деформации поэтому хотелось основу поплотнее взять мечет причем даже мысли были взять например были ход но что-то я побоялась слишком крупного туда 30 каун вот поэтому остановилась на урана 99 оттенка и почему это было так важно да потому что вот эта часть должна светиться то и за счет соединения вот этих оттенков я прикладывала те желтые и белые цвета которые здесь вышиваются на полу крестом они имитируют лучи света они должны это я светиться здесь вроде бы тоже должно светиться но не знаю как получится у меня этот вопрос он как так немножко беспокоит но я думаю что все будет нормально и выбирая между вышивкой на конве и вышивкой на муран и я выбираю лучше нам урана пускай будет не так светит светиться но зато это будет для меня комфорт очень картон надо бывает похуже но нет даже я рассмотрю не стала нитки здесь очень красиво не так много но не уходит их ромашка это же очень много я косички не заплетаю они мне когда на рабочем столе просто аккуратно расправляем лежат готовилась поэтому здесь такие вот здесь оттенки очень красивые просто великолепно и дополнительные мотки серый коричневые начинать их там сказать что коричневые пошли так активно я даже думаю что кого вдруг мне не хватит даже тех дополнительных фасм которые здесь вложены вот этот по моему цвету не нашел половину 53 09 его правда очень много ушло посмотрел вроде бы должно хватить по схеме там кто его знает вот такой красивый набор приятный да и при том что это один из немногих наборов которые я уже знаю что когда они отошиваются их обязательно оформить наборы обязательно повешу то есть мне даже приблизительно там есть место куда это все дело повесить при том что продавец на меня узнала и она не сказала потом когда уже оформилась когда сюда где нашло написала сквашь потянут я тип очень надеюсь что увижу этот набор не только у вас покупках но и завершу потому что сама хотела его вышивать практически можно сказать что от сердца оторвала продавать набор так что я несу такую знаете еще ответственность некую и перед продавцом на самом деле сама хочу отшить мне очень нравится хотя никогда не думал что я так буду хотеть отшивать и надевать тоже третий голд начты я все про них помню вы не думайте темы тоже очень нравится тоже хочу выжить но пока что этот приоритете его я тоже беру в октябрь дорогу я у собой брать не буду я наверное к нему вернусь после поездки и и и не знаю наверное я начну отшивать второго оленя вот потому что здесь вот многие тут эти перекрещиваются непонятно да вот эту часть вот и начну уже и вышивать в округе зашивать смотреть как получается полукрест на мурану тоже мне это очень интересно конечно донатика еще вниз опуститься потому что да прикольно вышивать олени да здорово вышивать вот эту часть интересно очень но и здесь тоже надо подрудиться значит потом очень сложно будет вот эту часть вышивать и слишком много вот этой травы деревьев и так далее так что олени у меня идут в октябрь вместе с гнездышком овен у меня получается площадь с вами постепенно уже и формируем планы на октябрь месяц это два процесса дальше пойдем что у нас по октябрю сентябрем закончили неплохо не думаю что октябрь значит так как у меня уже через послезавтра выезжать я еще ничего не справа не вещи естественно не вышивку вышивку я собираю в первую очередь в дорогу и в дорогу наверное я возьму а он я хотела да и наверное я все таки возьму алису моя потому что я планировала летом в поездке отдыхать вышивать но не сложилось надо все таки в эту поездку и взять что у нас тут имеется тут немного у меня отши туда совсем чуть-чуть ну как чуть-чуть в принципе сам дизайта небольшое я не могу эти мужчины даже постричь самостоятельно не могут третий раз на зоне так значит по поводу алиса принципе дизайн небольшой там дальше что-то в основном полукрест крест и только вот елочки маяк да дальше всего полукрест в принципе если за него взяться то можно вообще за всю поездку и вот после только его вышла и отшить я постараюсь так сделать не обещаю но приложу усилия вот буду его брать с собой в поездку желательно бы было бы неплохо его в октябре завершить посмотрим не будем загадывать это у меня третий процесс который идет планируется на октябрь месяц так дальше 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 я пошла по старичкам и решила достать самый древний свой старичок это самый старый мой процесс 19 года его покупала и начинала в октябре 19 года там помню это сложный для меня тоже процесс потому что ну сам по себе это непростой да и плюс я вам рассказывала туда на канале что только я вышиваю у меня возникают проблемы с кровью а тут я решила пойти так совпадала наверное да будем считать что это совпадение а то значит я решила думаю а сейчас как раз мне тоже очередные проблемы с поля я ли прям активно лечусь так себе результаты поэтому решила дома нет на этот процесс завершить и и я сразу выздорове я вот так вот решил вот две очень взаимосвязанные вещи до вышить набор и и решить проблему со здоровьем почему он у меня не двигаемся долгое время потому что меня во первых смущали оттенки да вот видите он здесь более желтым на обложке а жизни он более серый нет конечно очень сильно расстроил я стал получать результат немножко не то что я ожидала но это конечно особенности полиграфии да все это прекрасно понимаем и на самом деле самую сложную часть я уже почти вышла то есть вот эти зернышки да и везде вот этим потому что там вот в основном мешанина чуть-чуть осталось только вот в этой половинке граната на и вот здесь чуть-чуть все остальное зашивается большими участками одного цвета поэтому вышивать уже посаде здесь отшили 53 процента я беру этот процесс на октябрь месяц тоже я конечно собой в поездку брать не буду потому что здесь такой органайзер достаточно объемный процессом его лучше вышивать это за станком ну что посмотрим хочется мне его до конца года завершить не обещаю но очень постараюсь потому что нужно сколько можно даже четыре года многовато надо свои хвосты подсобирать это у меня 3 не 3 4 процесс на октябрь месяц так и что он этот еще лежит лежит тоже которая его который не дает мне покоя целый год набор от лука с причина его в прошлом году он приблизительно в это же время любное время есть известный процесс я на них присматривала присматривалась как-то серия но когда я увидела контакте отшив линс полу то моментально купил с человек дизайн потом второй с абрикосами мне принципе нравится вся их серии больше пока не покупаю на дальше хотя бы один дизайн чтобы понимать нам уже мне или не нужен как видите я вышиваю не на основе по из набора из наборит панпер ленинда перлянин идет такая вот плотная основа по какого двадцатого каунта крупная основа и считает подразумевается что на вышивать крестиком через одну нить переплетения для меня она грубовато именно для этого набора именно для ботанической серии и я выбрала единбург не помню какой цвет это какой-нибудь типа 222 может быть вот он достаточно теплый до такой темноватый и вышиваю в одну нить не так должно хватить нет на самом деле наборе немного полупустые плашечки в одну нить я думаю что должно быть должно хватить всего вышивается легко лук с достаточно хорошо проработанные схемы практически нет одиночку только если там там совсем не необходимо да вот например как здесь вот или вот где-нибудь в семечках и конечно когда у нас сейчас были встречи вышивальны и лена скалу принесла эту работу вживую посмотреть а сейчас еще и воля поясина начала вышивать не начала уже про половину отшил конечно когда ты видишь как это получается потрясающе потрясающе проработка у лука с превосходно обложка не дает все представления о том как красиво объемно натуралистично и очень похоже на ботанические иллюстрации семнадцатого восемнадцатого века кин антикварные да не современные антикварные это мне кажется айвайт вообще самое лучшее здесь среди всех этих дизайнов сюжетов лучше всего проработка причем даже наверное я может быть даже с собой что ли возьму дорогу здесь 36к не совсем удобно но я прям соскучилась и когда я на встрече смотрела на эти дизайны я прям у меня весь сентябрь чесались руки взять этот процесс такие вот маленькие здесь крестики вот здесь на самом деле вот эта работа двух дней по моему что ли ну как-то быстро это все это вышивалось у меня по моему тоже есть саганая это его и хочу ее ну не закончить может быть да но активно продвинуть у меня даже по моему и рамы подходящий под этот дизайн есть деревянная так это у нас какой процесс сейчас я уже запуталась пятый шестой процесс еще у меня у меня есть один дизайн в рукаве в запасах да это мелхилл мелхилл который с пирогом я его разберу и наверное с собой тоже возьму поезд потому что я планировала осенью его вышивать если мы там сможем будем смотреть твин пикс сами понимаете смотреть что мы будем смотреть в отпуске да это вообще большой вопрос поэтому пусть он у меня будет там как получится и вообще мне это сейчас серия так понравилось и когда увидел как саша наша вышла домик из этой серии вот этих больших мелхилл конечно я пересмотрела свое отношение к этим сюжетам достаточно скептически относилась вот выглядит это потрясающе даже пускай там нет пуговичек даже пускай там мало бисери но выглядит это превосходно поэтому я даже прикупила себе один дизайн у Саши забрала остатки Саши мне подарила остатки от набора с домиком и еще мне это давно заказано то есть я прям хочу эту серию вышивать но начать я все таки хочу с пирога с вишневым все на этом все спасибо что вы посмотрели мое такое сумбурное спонтанное видео я надеюсь что надолго я с вами не прощаюсь у меня будет возможность с вами в ближайшее время встретиться поговорить что-то вам показать и я надеюсь на обратную связь спасибо что посмотрели увидимся в следующих видео до свидания